Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами поговорим о водянке оболочек яичка. Иногда ее называют гидроцели, однако это как один из частных случаев водянки. Что такое водянка? Это скопление серозной жидкости между листками оболочек самого яичка. Выделяют следующие признаки по классификации водянки яичка. Во-первых, это по времени возникновения выделяет врожденную водянку оболочки яичка, когда она появляется при рождении. И в ней выделяют два пункта, это сообщающаяся с брюшной полостью и не сообщающаяся. Также выделяют приобретенную водянку, которая возникает вследствие чаще всего воспалительного процесса. Реже это травм. Может также возникать у людей с заболеваниями сердца при декомпенсации сердечной деятельности. И может возникать при различных новообразованиях, проще говоря о пухолях яичка, придатке яички и т.д. По течению, как и практически многие из заболеваний, выделяют острую хроническую водянку яичка. И по виду содержимого, то есть что же за жидкость входит в водянку. Выделяют соответственно гидроцели, что называется. Это наиболее часто, когда просто обычная сирозная жидкость находится вот там. Это гематоцели, то есть когда кровь там находится чаще всего, без сомнения, это происходит при различных травмах. И пиацели, когда там находится гной. Какова диагностика водянки яичка? Ну, во-первых, это обычный осмотр, когда доктор видит при пальпации, то есть ощупывание мошонки, жидкость там. Естественно, что когда он ощупывает, то видно колыхание жидкости внутри самой мошонки. Если это врожденная водянка яичка, то у детей объем этой жидкости, так как она сообщается за брюшной полостью, может достаточно сильно меняться. Выделяется так называемая флюктуация, то есть как раз когда жидкость туда-сюда поступает при надавливании, в частности при пальпации. Выявляется, соответственно, жидкость при так называемой диафаноскопии. Что такое диафаноскопия? Это просвечивание яичка, но с помощью небольшого фонарика или лампочки с цистоскопа у врачей-урологов. Соответственно, видно такой красный фон, на котором яичко. В красный фон чаще всего окрашивается непосредственно та жидкость, которая находится внутри самой водянки. Ну и, конечно, более таким диагностически точным методом является ультразвуковое исследование мошонки, которое непосредственно выявляет как наличие самой жидкости, так и степень выраженности водянки, степень выраженности компрессии на соседние органы мошонки, на те же самые яички, передатки яичек и так далее. Естественно, что водянка опасна тем, что она сдавливает разные структуры яичка, вызывая нарушения их функций. С чем необходимо дифференцировать водянку? С различными опухолями, с различными водянками того же семенного канатика, ну и так далее, что бывает относительно, к счастью, редко. И этому достаточно хорошо помогает ультразвуковое исследование, а также иногда пробная диагностическая пункция содержимого. И непосредственно исследование содержимого в водянке на исследование содержимого, что же за содержимое конкретной водянки яичка. Как проводится лечение водянки? Лечение водянки это оперативное. Естественно, что если там находится гной, то необходимо посев этого гной и подключение последующих антибиотиков параллельно. То есть, если там есть нагноение, то, конечно, без сомнения, без антибиотиков, ферментных препаратов, в ряде случаев иммунных и местной терапии не обойтись. Это уже гнойное заболевание. Если там кровь, то выполняются процедуры гемостаза, то есть, процедуры направлены на свертываемость крови, на отсутствие поступления крови больше в данную полость. И если там просто серозная жидкость, то непосредственно, конечно, чаще всего происходит рецидив, если мы полностью не удалили вот эти вот серозные оболочки, по крайней мере, там, где содержится водянка. И поэтому все-таки пункция в большинстве случаев и удаление жидкости носит, конечно, такой, если это именно серозная жидкость, то либо диагностический характер, либо характер временного улучшения. Все-таки без оперативного вмешательства по водянке яичка, к сожалению, в большинстве случаев, если там содержится именно серозная жидкость, а не посттравматическая, не гной, то не обойтись. Поэтому такие пациенты чаще всего при отсутствии гноя, крови в содержимом нуждаются в оперативном лечении. При необходимости диагностики и лечения такого заболевания, как водянка яичка, при любых проблемах, болях и симптомах области яичек, вы можете обращаться в наш медицинский центр к урологам. Платный КВД в Москве у нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний яичек. Ждем вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал в Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!